здравствуйте друзья мы снова вместе сегодня у нас позвонил броски юрий васильевич и вот просьба вот такая вот это сам васильевич кто помнит бодрым здоровым вот сейчас конечно все не так но подводит итоги своей жизни и вдруг получилось так что американские канадские его друзья наши русские так понял в данный момент американских канадские они занимаются этими же абрикосами бродского юрий васильевич и так вот мы с вами моем саду где растут косточки бродского им я должен дать им предварительную характеристику вот я растерялся плоды зеленая много непонятного тем не менее просьба выполняю два приема первое сегодня а вторая будет уже в моем саду когда созреют эти же плоды и можно будет сделать окончательные выводы что такое предварительные выводы и так справа вот это вот что увидите длинный ряд это абрикосы бродского смотрим на эти шедевры я уже предварительно уже называли шедеврем почему давайте смотреть и так перед вами абрикос с и я покажу 9 фотографий нет больше предварительно смотрим что и так чтобы было не так грустно посадки косточек бродского были сделаны весной пятнадцатого года подчеркиваю загибаем пальцы шестнадцатый год им исполнился один год семнадцатом году два года восемнадцатом три и так как сейчас июнь можно с натяжкой сказать что им три с половиной года хотя на самом деле три года ну и там три месяца мая посадки мая да три года три месяца ну что как он я всегда уже давно знаком с дальневосточными генофондами и утверждаю это самый мощный абрикоса в мире у меня будет головная боль между ними метра полтора что мне делать дальше я уже проезжал и так смотрите по листьям смотрите по плодам вот это номер один вот же крупный план обратите внимание на нем примерно вот они косточки они культурные уже видно что культурные листья культурные это будет примерно ну по моим понятиям 40 50 граммовые абрикосы номер два на нем правда мало абрикос вон и они пожалуй помельче и листики чуть помельче это будет ну типа нашего жигуля российской автопрома просите меня за образное сравнение крупный план вот она видите вот они плодики 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 немножечко попроще номер три а ну да правильно номер три он спрятался за номер два там совсем маленькое расстояние вот он форма уже совсем другая еще один вариант мы имеем вот он номер три это крупный план ну что сделать пока трудно разглядеть нечто в этой кроне есть туда это не самый густо не самый большой урожай наоборот но все таки и тем не менее он тоже плодоносит подчеркиваю им четвертый год на третий чувствуете четвертый год и этому четвертый год номер четыре вот он это я уже знаю что это будет маджуриц это будет самый скромный из них но это мое наблюдение лично он прошлом году дал несколько плодов вот еще раз видите номер четыре вот вот это номер пять там плодики видите вот вот это он крупный план согласитесь тут уже небольшой урожайчик будет а можете большой трудно разглядеть кроме номер шесть вот они плоды крупный план вот это типа амуров ну то есть папа по размеру но уже не прибей итак номер шесть номер семь дальний план тоже жирные листья отлично и вот тут сожалению когда я фотографировал упор мне не получилось тут есть плодиков ну немножко ладно вот вот этот у меня не получился сразу он не получился на нем был один плод он самый жирный то есть он видимо самый культурный вот я с него не дожидаясь плодоношения срезал десяток веток или василищ это была необходимость вот почему и короче выглядит вот это верхушки я все ветки пообрезал и разослал вот в основном по друзьям почему потому что надо было мало ли что позади это 240 градусная зимы заметьте друзья мы не нашли пока ни одной ветки подсохшие подмерзшие согласны нет номер девять и на из этой вот зовем это первую очередь это последний смотрим крупный план вот еще один совершенно культурный сорт уже говорю ну будет 40 50 грамм но это уже хорошо теперь дальше на нем именно на нем вот на этом вот я сделал прививки прививки не пошли видите вроде бы умею делать а прививки еще более культурных не пошли в разговоре уже задним числом разговоре с василичем выяснилось он гордо сказал следующее это очень важно фразу ни капли европейской крови только дальний восток из разных мест и вот получилась такая картина мой европейцы ним не прижился я об этом не подумал вот это вот вы их видите вид сбоку 1 2 то есть 9 8 7 6 вот этот длинный ряд вот так он выглядит вот красавцы ничего не скажешь значит подмерзание нет ветки сухие не отрезал их не было позади 240 градусной зимы первый вывод морозостойкость предельная вот так вот предельная то есть это он завоевал может завоевать сибирь за счет морозостойкости но так как у нас немного посуше чем при море то грибковой болезни ему не грозят вот посмотрите я еще не все показал вот это вот еще тоже искали из этой же коллекции но настолько густо были сходили косточки что я 5 штук отсадил 1 2 3 4 5 это самое где то а вот он тут слева и так 5 штук но сильно отстали в росте где-то по объему хроны раза в 3 в 4 уступает больше значит пересадка пересадка делать тщательнейшим образом с комом земли по возможности конечно это забор вон основной вот он то торчит это есть вот этот ряд вот вот этот ряд а вот это вот соседу я уговорил уговорил давай посадим мне надо для лучшего пыления и надо максимально коллекцию спасти дальше еще не все вот эти два за листья необычные загадочные из той же серии ну там где густо было два но выбрал два и перенес ну сейчас от номер один у меня три участка три сада вот это номер один номер два номер один перенес и несколько цветков но не завязались и теперь еще год надо ждать вот эти будут самые культурные вот они еще год ждем и ждем чудо напротив у меня плодоносит но я не то слово применил мощно растет привитые на манчжурцы так в этот самый королевский абрикос видите мне удалось достичь предельное обеолитие совместимости за несколько поколений вы поверите что я начинал 39 40 мертвых потом вторая попытка это из 120 живых а потом следующая сотня 40 нет 50 живых то следующие сотни 70 а брал то из лучших на лучшее то есть из лучших этих не сперва пока не каждый раз одной из одного дерева с первого поколения 2 с 2 на 3 потом я это назвал очень похож термин на мичуринский у него насыщение ментором мне почти тоже самое но как бы своим путем получилось вот такая совместимость так а это была посадка тоже во время покупки 2015 год весна был посажен однолетний абрикос а вот но летний вот и благодаря вот этому мощному подвою то есть здесь манчжурец вот здесь вот этот кусочек это манчжурец получилось вот такое чудо специально попросил юлю попозировать и почему я его фотографирую он цел весь бой нацел что мы имеем мы имеем перекрестное опыление теперь так подчеркну особенно юрий васильевич подчеркнул самое главное по мнению значит только это первое поколение только вот эти вот абрикосы вот эти вот самые абрикосы вот это они только они должны служить основой дальнейшей селекции вот а рядом растут уже следующее поколение будет гибрид но я а это уже гибридное это уже но следующее еще будет гибриднее так скажем почему потому что воздействие супругов а супруга вон он будет скажем годом нарастать нарастать и нарастать и никуда от этого не идется я обязательно должен сказать да урожай еще небольшой где-то может быть на каком-то пол ведра на каком-то 100 штук где-то 30 штук вот надеюсь больше не видно в этом в этой зеленой массе их плохо видно они все будут собраны согласно номерам далее они будут приготовлены отдельно каждый будет иметь свою баночку и каждая должна найти своего покупателя потому что как когда я их продам пусть это будет всего несколько сотен дело в том что как только они вырастут из косточек вы думаете они уже должны быть учитывая что у них эти два родителя они уже должны быть хотя бы на уровне 30-50 грамм но потом когда вы с них срезаете черенки вы срезали черенки вы их вели и получите уже и 50 и 60 может быть и 80 грамм вот но там уже разброс большой это называется как карта ляжет ну вроде все сказал можно прям целиком этот вебинар и выслать вашим канадским американским друзьям знаете что те делают а просто библи это полукилометре от линии прибоя от океана прям по горам рассаживать их переходим в следующей теме сейчас вот там мы больше меня поразила невероятная морозостойкость абрикосов дальневосточных да и до этого знал они уже меня слава богу уже 35 лет бродский подтвердил свое как бы сказать звание биолога-селекционера то что он прислал это рассказать